Здравствуйте, дорогие друзья! Я давно не проводил аналитику по поводу долголетия, не выпускал видео на эти темы, но у меня есть такой раздел в моем блоге, да, и на моем канале в ютубе, который вы сейчас, я надеюсь, смотрите, раздел «Долгожители и долголетия». Сейчас из этой старинной книжки позапрошлого века я кое-что зачитаю, три интересных примера, а потом скажу, что будет дальше в этой серии, о чем я позже расскажу уже, сделаю отдельное видео. В конце видео будет моя аналитика, небольшая, потому что главная тут фактология в данном случае, а вас же призываю посмотреть все мои видео и до этого не судить, никакие мнения не выражать, но по крайней мере такие негативные или протесты, которые идут от вашего желания жить по-другому, есть другое, вести другой образ жизни, но прожить столько же, ссылаясь на каких-то прабабушек, прадедушек, а так вы никогда не проживете, потому что факторы, условия среды окружающей, жизни, образы жизни, воздействия на человека давно уже изменились, но было так не всегда. Многие люди, кто особенно прямо вот недавно смотрит мой канал, либо впервые с этим видео встретились, то скажут, ну что ж там, и начнут говорить, как им с телевизора, с книжек умных давно уже в уши надули. То есть, мол, раньше жили-то люди мало, это сейчас, потому что медицина и прочее стали больше жить, а раньше жили люди мало, а раньше средневековье вообще 30-40 лет жили. Умные вы люди, конечно, хорошо, так легче жить, я понимаю, так легче оправдать тем, что сейчас уже в 40-30 умирают, а в 50-60 уже от рака пора умирать, я понимаю, так проще. Но это не честно, не продуктивно, не корректно. Итак, давайте приступим. Я вам сейчас зачитаю в порядке от меньшего к больше очень интересные цифры из этой книжки. Кто-то помнит, я говорил здесь про ожоги, про те средства, которые до революции были очень интересные народные средства лечения, так сказать, я буду об этом тоже делать, видео сейчас о другом. А это такой альманах «Спутник здоровья» за 1899 год, и давайте сейчас кое-что проанализируем относительно нашей темы долголетия. Итак, первое я зачитываю вам. Старуха-бабка-кращиха. Называется такое. В имении графа Воронцова в деревне Петровском, но Московского уезда, значит, по словам такого-то, такого-то ныне проживает старуха-бабка-кращиха. В настоящее время ей 105 лет. Родилась она в 1794 году. Обладает она прекрасным зрением и вообще чувствует себя здоровой. Ходит несколько согнувшись, опираясь на палку. И теперь она достаточно для своих лет энергична. Весь округ, на много десятков верст, знает эту бабку-кращиху. Известность она служила своей способностью, своей профессией, акушерством. Она акушерствует порядка 80 лет и за это время приняла до 7 тысяч младенцев. Ее правнучки имеют уже взрослых детей. Бабка-кращиха акушерствует с успехом и в настоящее время. Чуть-чуть скажу пару слов. Вот таких сведений, таких случаев из каждой буквально деревни до революции можно было видеть. Я уж не говорю про то, что там моей жены одна прабабушка, прапрабабушка из Смоленской области прожила 101 год, а ее брат родной 104. Просто посмотрите мои те лекции остальные, аналитические по теме долголетия и долгожительства, и вы поймете вообще вот в каком мире мы, собственно, живем. То есть, если сейчас найти человека, где-то там, можно в гугле поискать, в каких-то там этих 110 лет это чудо какое-то, сколько их человек в мире, то раньше это было в каждой деревне. Ну, кстати, она вот еще была достаточно здоровая, принимала роды в 105 лет, и сколько она прожила, конечно же, неизвестно. Напомню вам, дорогие друзья, что через 13 лет от данного издания, то есть в 1912 году было 100 лет Бородинскому сражению, вся Россия отмечала и выпускали медали, которые дарили промышленным способом, не единично, которые дарили тем участникам Бородинского сражения, которые тогда отличились при Бородине. То есть, такое количество было живых тех участников, которые 100 лет назад не родились, а воевали, что сейчас, конечно, трудно в это представить. Но мы коснемся этой теме, чуть дальше я вам приведу в пример недавнем, ну, отрывок из книги недавно умершего в этом году, в 2017 году, Данила Гранина, его произведение «Зубр», где он рассказывает очень интересную вещь, об этом я чуть позже скажу. Давайте перелеснем книгу немного назад, я вам зачитаю следующий отрывок, который я вам хотел сказать. Итак, это у нас октябрь 1899 года, разные известия в разделе, в этом альманахе про долголетие. В поселке Хрустальном, около войска Донского, области войска Донского, Таганрогского округа, проживает крестьянин того же поселка Константин Сухов, который имеет 116 лет от роду, жене его 104 года. И несмотря на такие преклонные лета, оба они занимаются хозяйственными работами, то есть домашними, без всякой посторонней помощи. А старик работает, кроме того, в поле, пашет землю и прочее. Он обладает хорошим зрением, но немного глуховат, памяти сохранил прекрасную и припоминает все выдающие случаи в его столетней жизни. Помнит нашествие французов на Москву, голодные годы и другие выдающиеся события. Я же сейчас вам зачитаю последнее, что я хочу из этой книги. А пока я это не зачитал, как реклама на будущее, хочу сказать, что уникальная книга в том смысле еще, она собралась в знания медицины, аналитику по разным вопросам. Она начинает от бытовых, там, различных, до, вплоть до первых снимков рентгеновских. Аналитика по вопросу, там, болезни века, как тогда это писалось, это различные, так сказать, заразные заболевания, сифилис там и прочее. Очень интересные методы лечения рака и прочее, и прочее. Я буду постепенно с этой книги в определенной рубрике. По здоровью. В другом плейлисте не долголетие-долгожительство, а по здоровью обязательно маленькие краткие ролики делать на эту тему. А теперь давайте я зачитаю последнее, что я хотел на сегодня, и потом аналитика моя. В конце я вот про эту книжечку пару слов тоже скажу. Значит, итак, зачитываю. Называется рубрика в этом разделе «Редкое долголетие». Близ Белгорода, Курской области. Недавно скончался старик. Я пока не буду говорить его возраст, позже скажу. Он родился в Харькове, который в прошлом столетии был деревней. То есть в 1700-х годах, в середине, он был деревней. Всю долгую жизнь свою покойный провел на юге России, постоянно разъезжая с ярмарки на ярмарку. В Полтаве, Харькове, Ромных, Белгороде и других. И занимался торговыми делами. В 30-х годах нынешнего столетия, то есть в 1830-х годах, он прибыл в Москву, но там ему не понравилось. И он вернулся на Малороссию, в Малороссию. Он был три раза женат и умер вдовым. Дважды праздновал он серебряную свадьбу. За 8 лет до смерти он ослеп и не мог покидать комнаты. При всем том, он не любил думать о смерти и хотел дожить до 20-го столетия. Но почти дожил, потому что полгода или год не дожил до уже, как говорится, 20-го столетия. До конца жизни он сохранил память и совершенно здравый ум. Свою долговечность он приписывал постоянному пребыванию на свежем воздухе. Очень важно, как сам человек еще что думает по этому поводу. Но мы сейчас проанализируем. Что в этих коротких строках можно понять по ним. Более чем 100 лет подряд он постоянно странствовал, переезжая с ярмарки на ярмарку и по большей части спал под открытым небом. А теперь сколько он прожил. Вернусь сначала. Близ Белгорода Курской губернии недавно скончался старик 140 лет от роду. Ну, кто-то будет в шоке. Я просто отошлю тогда к Пушкину, который, например, в Оренбургских степях, когда писал Эмилиане Пугачеве, собирал данные. Не только эти, я полагаю, данные он собирал. Он встречался с казаком, который был 160 лет от роду. И помнил еще восстание Сенкеразина, если так говорить, в историческом аспекте. Но сейчас мы говорим о конкретном человеке. А теперь давайте проанализируем. Он родился в 1759 году, когда еще, что называется, Екатерина на трон не взошла. Еще всего лишь, так сказать, нужно было еще три года только спустя Екатерина взошла на престол, которое только она правила 34 года, более третьего века. То есть он родился, что называется, при Елизавете, пережил Екатерину, Павла Первого, если из царей говорить, да, Александра Первого. Николая Первого, Александра Второго, Александра Третьего. И вот уже, так сказать, в середине правления, можно так сказать, ну не в середине, ладно, в общем, дожил до, так сказать, Николая Второго. 140 лет. То есть когда французы. В 12-м году сколько им было, можно посчитать. Уже был, можно сказать, дедушкой. Так вот, значит, что способствовало такому долголетию? Просто какой-то случай. Ну давайте тогда, дорогие друзья, если вы теперь, хоть уже, теперь кто-то, может быть, только очнулся, а может кто-то еще не очнулся, я скажу, что раньше, в те времена, ну давайте возьмем деда Ивана Поддубного, который прожил один из дедов, его 120 лет. А, например, Каненкова, скульптора известного, один из прадедов, прожил 110 лет. Это было сплошь и рядом. То есть абсолютно сплошь и рядом. Еще раз говорю, посмотрите мои аналитические видео по долголетию и долгожительству, это поможет вам понять причины и следствия. Значит, безусловно, эти люди, я лишь многое скажу, то, что знаю, а потом по тому малому, что написали об этом человеке. Конечно, не курили и не употребляли алкоголь, тем более родившиеся еще в 18 веке люди, это практически из мужиков, из крестьян, ну естественно, никто не курил, а, так сказать, не пил, поскольку это считалось постыдным, это разрушало хозяйство, это ты был не хозяин, не мужик и так далее. А только беглые всякие, удалые, так сказать, и так далее, по кабакам, но это не о тех людях, которые радовались жизни, которые, так сказать, находили в каждой минуте жизни, вот как он положительный, так сказать, и до последних дней пронес. Эти люди, кто пьет, у них уже ничего положительного, кроме алкоголя, для них, как им кажется, нет, у жизни уже давно, и ничего они не радуются от жизни. Посмотрите, что здесь можно проанализировать. Значит, от ярмарки к ярмарке ездил. Он, конечно, был жизнерадостным человеком, был трудолюбивым человеком, то есть труд с утра до вечера, как тот дедушка 116 лет, причем он-то не умер, он, но живет прекрасно, мы не знаем, сколько он прожил, может быть, 125-130 лет, как, когда 12-й год отмечали, 912-й год, у меня даже кинохроника есть, когда к Николаю II подвели, так сказать, только вот из некоторых казаков, привезенных специально по этому случаю, таких седовласых, с бордами, с длинными, былинных дедушек, таких, которым было тогда, вот там, пахом такой-то, это столько, 125-130 чем-то лет. Это было сплошь и рядом. Я уж не говорю, что про переписи даже при Сталине в 1948 году на тот момент самой старой, например, самая старая бабушка в Белоруссии была 136 лет от роду, а Мансаркиут 146 лет был, в этот год исполнилось, который на хронике запечатлен у меня есть в одном из видео. Так вот, что я вам скажу дальше. Итак, труд с утра до вечера, тяжелый, казалось бы, физически, но радостный для человека, потому что такой привычный, такой приученный и естественно с детства, что это неотъемлемая часть жизни человека, радость от труда. Второй, свежий воздух. Конечно, экология была другая, но дело не только в этом, а то, что когда люди ночуют, а как ночуют от ярмарки к ярмарке, ну, ясно, что не в гостиницах, но понятно. Зимой, конечно, где-то в теплых помещениях, но весь год люди тогда, почитайте уже Гелеровского, мои скитания, например, кстати, там Столетний Бурлак, он описывает Бурлака Столетнего. Так вот, как они ночевали? Костерчик, у дерева что-нибудь подкрыть? Но это, во-первых, костер, это энергия переноса свободных электронов и ветер, особенно на природе, где реки, свободный перенос электронов, это питание непосредственно эритроцитов, других форменных элементов крови, ну, до 80% энергии чистой прямой. Это невозможно в комнатах получить этот эффект, а на природе там, да, это чистая вода. Вспомните того же Шмелева, когда он описывал «Мытищинскую воду», как там на ярмарке или вот эти крестные ходы, где особая вода, а тогда люди, ну, кто-то были на ярмарках посещал, они знали все, где что продается, у кого что, товары, ну, это ясное дело, всегда друг друга знают. И вот вода, привозившаяся тогда, ну, чтобы у конкурентов, что называется, чай пить, ходили не в этот тракир, а в этот, конечно, за самую лучшую воду с уникальными свойствами, которые человек сразу чувствует. Такая вода раньше была, это никак сейчас не найти такую воду, раньше была. И вот пили те, кто знал, конечно, такую же, а это огромное дело, потому что вода, а именно физико-химические свойства и обуславливает качество, продолжительность жизни, борьба со свободными радикалами, с ядными токсинами, которые вода может растворить либо лучше, либо хуже. А вот что это такое, какие свойства воды, ведь все это научно известно сейчас. И центры сверхдолгожителей, тех самых, которые были еще когда-то на нашей планете, а сейчас уже, в общем, долгодоживатели единичные остались, они были совершенно определенными, свойства воды. И вот я об этом рассказываю, посмотрите мои также видео под этим видео, я ссылочки помещу, какие видеоролики о свойствах воды нужно посмотреть. Сейчас мы их можем достичь только приборами. К сожалению, в природе не остались практически эти источники, ну, может быть, не более 10-20 на нашей планете сейчас и есть. В определенных точках мира я об этом рассказывал, но это ни о чем. Значит, что еще тут можно сказать? Настрой человека. Вот позитивный настрой, оптимистичный, он, конечно, дает дополнительные годы жизни, потому что он как бы увеличивает стимул, вот этот вот что ли, ресурсы организма высвобождает, которые потенциально большие-большие в каждом человеке заложены. И, конечно, вот такое, знаете, ненервное, как сейчас говорят, то есть равно такое отношение к жизни, ну, позитивное, спокойное, без нервотрепки. Что и было при определенной, расторопной, обычной, спокойной, нормальной жизни. Человек радовался завтрашнему дню, знал, как будет завтра, планировал что-то на будущее с радостью, думая, как это будет, так сказать, новая ярмарка, там, поездки. То есть жил с радостью. Это дает дополнительные годы жизни. Крепкая генетика, вы скажете, конечно, она была крепкая, и продукты были экологически чистые, но главное, вот все остальное мы не знаем. Но, если бы знали, я бы сразу мог проанализировать, что именно привело данного человека к такой долгой жизни. Но кто-то скажет про генетику, что это все. Нет, дорогие друзья, это многое, но это совершенно не все. Тот же Федор Григорьевич Углов, который, как вы знаете, никогда в жизни, ну, великий русский хирург, не употреблял алкоголь в жизни с инеграма. Он 103, ну, на 104 году умер, но, к сожалению, это не так много. Ну, а ведь его мама-то вообще жила 70 с копейкой, а отец вообще в 50 с чем-то умер. Так что никто там из родственников долго не жил. Поэтому дело, конечно, не только в генетике совершенно. Если человек правильно проанализирует, какие факторы в его жизни влияют на здоровье, какие на нездоровье, и выберет максимально возможное количество тех факторов в своей жизни, оставит, которые положительно влияют на здоровье, у него будет больше шансов прожить дольше. Правильное питание, адекватное человеческому видовому питанию, без всяких там самомнений, верований и оправданий своих каких-то пороков, там, пристрастий, любой ценой, даже, вот как я говорю по пране здравого смысла человеческого. Ну, нельзя так относиться, как вода качественная и правильная, с нужным физико-химическим свойством, труд постоянный, позитивный настрой, дело любимое, то есть, которое ты посвящаешь жизни и так далее. Вот много факторов. Ну, и, конечно, вот этот свежий воздух, жизнь, ну, на природе, это, безусловно, для нас, современных людей, это сложно, сложнее, но каждый решает этот вопрос, кто как может. Другой вопрос, чтобы не обманываться и себя обманывать, брат, это неправильная позиция, поэтому я еще буду продолжать данную серию, чтобы людей, так сказать, было хоть какая-то правильная информация о том, что люди жили долго. Другое дело, детская смертность была высокая, и поэтому статистика такова 30-40 лет. Кто-то умер вот в полгода, вот, как даже что говорит у Льва Николаевича Толстого, сколько детей было? 13. А сколько выжило? 8. Опять умерло? В младенческом году. Ну, они же тоже посчитаны. Кто-то умер в полгода, а кто-то в 150 лет, вон, вам, 30 лет, если там половина умирала, ноль, год, два. А почему умирали? А вот и здесь даже в книге все правильно написано, насчет грудного молока, что, так сказать, коровьим поили, а как написано, даже здесь уже тогда поднимали этот вопрос, что а белка-то в коровьем молоке гораздо больше, чем в человеческом, а жира меньше, а нужно изменить состав и так далее, как даже пытались изменить, кто не имел своего молока, кто кормилицу почему-то не мог взять, хотя брали даже крестьяне-кормилиц, но уж если этого нет, то вот писали, как это можно по-другому сделать. И вот эти легочные заболевания, которые, да, не могли, потому что не было антибиотиков лечить, как в советское время появилось, это массовая действительно смертность детская упала, потому что спасать стали тех, кто умер бы по причинам того, что от неправильного, в первую очередь, питания, питания слизистыми продуктами, слизеобразующими, в первую очередь, молоко и так далее, была огромная детская смертность. Ну, это же объективные вещи, почитайте вот то, что я говорю, послушайте видео, посмотрите все мои 8 или 10 лекций по долголетию долгожительства, кто захочет разобраться в своем организме, почему, так сказать, какие есть причины, следствия, указывающие на более или менее длительную продолжительность жизни, на болезни и так далее. Это мои лекции по водной, в тему адекватного человеческого питания, темы по пищеварению, кровеносной и прочей системы, которые я разбираю более подробно. Под данным видео будет ссылка, и захотите, посмотрите, а я очень советую. И последнее, что я скажу, здесь такая тоже у меня дореволюционная книга, когда еще перед революцией, два таких писателя, ну, не очень известных, скажем, они ездили по разным известным местам для культурных людей, ну, вот, в частности, к нам в Пушкинские горы. А я, кстати, сейчас веду вот, так сказать, вот эту вот запись с Пушкинских гор, у меня там хозяйство, эко-отель, кстати, приезжайте, приглашаю. И вот здесь описание интересных мест и людей, с кем они встречались. И вот они встречались, это почти перед революцией, с двумя людьми, которые лично знали Александра Сергеевича Пушкина, один дедушка, другая бабушка. Бабушка Воронича тут, вот, она умерла в конце 20-х годов, она знала лично Пушкина, потому что была дочкой того, одного из священнослужителей, с кем любил общаться Пушкин. И, конечно, много за сто, за 110 лет они жили, а второй так вообще жил 120 лет. Так вот, дедушка, который даже купался много раз с Пушкиным, ну, Пушкин простой был человек, и, как говорится, и общался, и купался, и с крестьянами кушать садился и так далее. И вот об этом я расскажу в такой красивой обстановке, в усадьбе Тригорская, Осипову Вульфу и так далее, по аллее Анны Керн, там, где речь шла про вот эти строки. То есть, совместим культурный обзор с лекцией по долгожительству, долголетию, посещу могилу вот этой бабушки, которая, так сказать, зачем-то сменили дату недавно в меньшую сторону. Хотя я еще успел застал теми времена, когда была старая табличка, я даже ее фотографировал. Вот эта интересная тенденция идет. Почему-то не хотят многие, чтобы знали люди, как раньше, как раньше наши предки, еще не такие далекие в плане возрастном, так сказать, от нас отрезки времени, жили очень и очень долго, и очень и очень многие люди жили долго. Кстати, про Апочкинский район, который тут рядом находится с Пушкиногорским районом, Псковской области, посмотрите там аналитику, которую я прямо показываю в книге. Это тоже в разделе «Долголетие и долгожительство» вы увидите, сколько, какой процент людей, во сколько сотен, я подчеркиваю, сотен раз количество продолжительности столетних людей в этом районе было больше, чем на Акинала, который считается мировым центром в Японии. Долгожительство сотни раз больше. Молчат наши товарищи, академики и так далее. Ну, что же делать? Но это не значит, что жизнь была какой-то другой. Я, изучая в том числе старинные книги, а у меня их очень много, буду об этом вам, в том числе, об этом рассказывать. Ну, всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. Оценивайте это видео и пишите комментарии. До свидания. Ну вот я с вами-то попрощался, а ведь заобещал вам и забыл сказать. Ну вот просматривая то, что я записал, вспомнил, и вот сейчас придется дописывать и сказать вам кое-что. Ну ничего, заодно я еще один момент, интересный случай из этой старинной книги зачитаю вам. А я забыл про Денила Гранина сказать. Да, вот 98 лет, умер в этом году, в 17-м, но у него есть такой рассказ, книга «Зубр». И вот там он описывает молодого человека, тогда еще генетика, с которым лично он встречался, и он ему все это вот лично рассказывал. Он из дворя. И прямо перед революцией еще, в том числе, гостил у своего отца. И он рассказывает о тех трех интересных дедушках, которые он лично знал с самого рождения и видел еще до революции, то есть где-то на рубеже 16-17-го годов. Все трое, а это небольшая усадьба, это не то, что какие-то гигантские поместья, ну считайте, одна, две, три деревни там. Так вот, все трое были живые участники Бородинского сражения. То есть всем было за 120 далеко. И им еще он написал, помогала такая типа Нюрка, или как-то там, я не помню, ее звали. Ну, для них она была Нюрка, хотя ей было 80 чем-то. Ну, по понятным причинам, что для них она была девочкой. Так вот, дорогие друзья, это было не просто сплошь и рядом, это было везде. Я собираю, аккумулирую вот здесь эту информацию, многие так пропускают, не помнят, не слышат. Вот, я же, она у меня везде. И я вам ответственно заявляю, не знаю, людей, которые больше, чем я, собрал информацию на эту тему. Так вот, я даже вам скажу более того. О чем говорит эта информация, что в одной деревне, ну пусть в трех, в пяти, люди, трое друзей, которые за 120 лет. Это не как сейчас, где-нибудь один в Парагвае, другой там, Новый Гвинея, третий, где-нибудь там вообще в Австрии, там, да, допустим, там, по 105, по 110. Это говорит о том, что очень сильно снижена, а на самом деле она была очень высокая, реальная, я имею в виду продолжительность жизни, не та, что по статистике хитрая и лукавая, когда умирало много детей, и как бы вот, а у людей-то создается, у вас какое ощущение, что жили мало? Нет, жили очень много. И если бы они изменили питание на рубеже трех столетий назад кардинально, об этом как-нибудь потом, хотя я в других лекциях своих говорю, то жили бы, средняя продолжительность была бы колоссальной. Вот примерно как в Апочкинском районе, где она приближается к 100 годам, средняя продолжительность, раньше, на рубеже 70-х, еще 50-х, 70-х годов прошлого века была такая. Так вот, что я вам хочу еще последнее сказать и зачитаю. В Белоруссии был я, в Беловежской пущей, в прошлом году с женой мы были, и вот в 16-м году. И нам дали там, ну, госслужащий, он еще парень молодой, который вот как бы экскурсию индивидуальную проводил, нам ездили мы на машине, и вот все это он нам показывал, рассказывал. Крэвет. А у него бабушка, мы разговаривали, прабабушка, извините, одна прожила. Он говорит, да, вы знаете, дожили, ну вот у меня прабабушка 115 лет, 115 лет прожила. Давайте прочту вам последнее, что я уж думал, ну не буду ничего из этой книги больше читать, но поскольку записал, думаю, давайте, ладно. Тоже, это у нас где-то октябрь, по-моему, 1898 года. Итак, 3-го, 13-го, извините, не октября, ноября. 13-го ноября, по Садовой улице в Москве, недалеко от Синого рынка какая-то старушка, переходя дорогу, оступилась и упала на мостовую почти перед самым вагоном конки. Ну, конка это вот вагон, который лошади таскали, еще не электричество, а, так сказать, лошади. Прохожие вовремя спасли ее от опасности. Из расспроса выяснилось, что этой старушке, Дарьи Ивановой, недавно исполнилось 109 лет, то есть она 1789 года, ну, при Екатерине II родилась. И тем не менее, она все еще сама ходит на рынок за провизией. Несмотря на возраст, Иванова вполне сохранила свое здоровье, и только зрение за последний год стало изменять ей. Ну, поэтому она споткнулась, не увидела и упала. То есть абсолютно здоровый человек, но вот так. Она живет у своей старшей дочери, которая перевалила уже за девятый десяток. Ну, а на этом, дорогие друзья, давайте закончим. И самое последнее, что я вам скажу, что, пожалуйста, ну, если вы какие-то вот факторы решите так вот написать, мол, как будто не просто для души, это пишите, что хотите. Ну, типа мне вот, что вот, вот я не учел что-то. Вот не пишите так. Знаете почему? Потому что я учел все. Вообще все. Хотите в этом убедиться? Ну, тогда давайте, будьте добры, проявите небольшой труд и посмотрите все мои видео, без исключения все, на тему долголетия, долгожительства на моем канале в Ютубе в плейлисте «Долголетие и долгожители». Все. Здоровья вам и долгих лет жизни. До свидания. Продолжение следует...